Всем привет, дорогие друзья! С вами Скорпион и это, ребята, новости по Mortal Kombat X Mobile. Да, ребята, я тоже рад вернуться в тему Mortal Kombat и вообще в тему Mortal Kombat X Mobile. Ребята, за это нужно однозначно поставить лайк. Пожалуйста, давайте на это видео поставим как можно больше лайков, хотя бы 6 или 10. Потому что это, ну так сказать, ностальгия, можно поностальгировать. То есть мы возвращаемся к теме Mortal Kombat и вообще к теме файтинги. С чего, собственно, начинался канал? Канал начинался у нас с Mortal Kombat и с мобильных игр. Вот. Вот и тема сегодняшнего у нас обновления на Mortal Kombat X Mobile. А точнее, грядущее обновление на Mortal Kombat X Mobile версии 1.15. Да, ребят, сори сразу за то, что я не делал такие же самые новости, как сегодня, на сегодняшний день, с теми предыдущими обновлениями на эту игру. Ну, потому что не было желания. А вот теперь она у меня появилась, ребята. Поскольку, поскольку в это обновление, я надеюсь, будет финальное, и игре пора уже уходить в иной мир. К сожалению, я тоже соболезную этому. Ну, что поделать, рано или поздно это случается. Игра, которую все любили, в которую все играли, она была хайповая, должна уйти с миром. И стать уже не такой, как было раньше. Да, я, конечно, знаю, что в 2019 году выходит новый Mortal Kombat 11. Я надеюсь, что это так и будет, это так и произойдет. Вот. Но, собственно, тема у нас не об этом, а тема у нас сегодня про обновление в игре Mortal Kombat X Mobile, которое должно выйти. И, собственно, сегодня я вам расскажу, что я думаю по этому поводу. и поделюсь с вами, то есть выскажу свое мнение про трейлер, который я сейчас вам покажу, и который мы сейчас с вами вместе посмотрим, оценим, вот, вместе поразмышляем над ним. И, собственно, давайте приступим. Так, вот я вам включаю трейлер. Так, здесь мы видим Шао Кана, классического Гору, и Гору в стиле Яр Стигна. Вот он. Давайте заново посмотрим это видео так, чтобы закрепить память о том, что вы сейчас видите, то есть на экране. Апдейт ТВ Версион 1.15 Now Mortal Kombat X Mobile Здесь мы видим Поншет, Айпад, Айпад, или как его можно назвать, и Айфон. Так, собственно, трейлер мы увидели. Вот. Сейчас, ребята, давайте побеседуем на на эту тему трейлера. Этот, так сказать, подробнее все порассуждаем. И, ребята, первое, что мы здесь наблюдаем, это, конечно же, самого императора, Шалкана. Да, я так и знал, мои предсказания были верны. Я так и знал, что, если у нас уже добавлена башня Шалкана, то, конечно же, куда же без самого императора Шалкана. Ребята, в игре будет Шалкан, и это не просто карточка, это будет алмазная, легендарная карта, то есть, за которую нереально будет практически поиграть, то есть, там вероятность на процентов 10, совершенно маленькая вероятность, что этот Шалкан либо кому выпадет. Вот. То есть, Шалкан. Офигеть. Да. Наконец-то его добавят в игру. Хотя я сам даже этого сначала не ожидал, поскольку, ну, как бы, портировать такого, так скажем, персонажа, и тем более добавлять в игру, в которой ее даже, в которой его даже не было, это просто что-то с чем-то. Ребята, за это можно поставить лайк. Вот. Мы видим здесь Шалкана. Дальше смотрим. Так. Вот здесь его интернет, не лагай. Так. Вот здесь вот первое комбо. Первое комбо Шалкана. Давайте заново его посмотрим. Так. Вот. то есть, он как бы ударяет кулака, то есть, с руки в помороте весь срок, потом проводит два удара своим гневным молотом, молотом гнева. Кстати, молот гнева, это тоже был раньше, у меня такой признак, что в игре появится Шалкан, потому что молот гнева это молот Шалкана. И, ребята, я рано или поздно так и знал, что этого персонажа добавят в игру. И куда же без него. Хотя это было тоже неожиданно и как-то неологично, поскольку в самой игре Mortal Kombat 3, ну, в полноценной версии этого персонажа не было, а в девятой части он погиб, был побеждённый Рейденом. Ну ладно. Сейчас мне об этом. Так. То есть опять смотрим его комбо. Раз, два, три, четыре. Так. Дальше мы можем наблюдать Гору. Гору классический. Вот ещё второй комбо Шалкана. Давайте с него и продолжим тему о Шалкане. Такс. Такс, такс, такс. Оп. Бам. То есть получается Шалкан сбивает рептилии в землю с Луки. Потом наносит два ущерба ударом молотом. И собственно рептилии у нас выбивает. Так. Ну собственно с Шалканом здесь всё ясно. Давайте теперь рассмотрим классического Гора. Раз, два, ты о, рептилии умри. давайте значит смотрим. Первое комбо классического Гора. То есть он так знатно бьет рептилии по голове. Второе комбо. Гора прыгает, ударяет руками по земле. Это его спецприем я так понимаю. Вот его спецприем и дальше вот это вот комбо. То есть вот это вот комбо. Гора у нас получается наносит кану оверхед, ну то есть удар сверху с головы своими двумя руками левыми, потом делает удар что-то типа апперкота, бьет прямой хук так сказать в голову ему, а потом уже завершает этот удар фаербон. Что ж, вот такой вот у нас прикольный довольно-таки персонаж классический Горо и он у нас тоже будет в игре алмазной карточкой, то есть две алмазки. Это Шаокан и классический Горо. Конечно же мне бы хотелось больше всего поиграть за Шаокана и на втором месте у меня Горо. Также мы можем наблюдать что здесь там добавляют два Горо. Один Горо смесь с кентавром, тигром, вот эти вот, которые у нас были в девятой части и седьмой части игры полноценной. Вот. И что довольно-таки круто, потому что мы тоже как бы никто не знал что вот так вот все вернется, то есть выйдет новое будет выходить обново и тут будут такие персонажи. Это конечно круто. Это конечно круто. Давайте перейдем к следующим моментам в этом трейлере. Ребята, мы здесь можем наблюдать персонажей вот Шаокан, Горо, алмазные карточки, то есть у Шаокана 59 тысяч атака и 72 тысячи здоровья, у Горжи 50, да, я тут просто не вижу нормального, как бы, 50 тысяч атака и 60 тысяч здоровья, две алмазные карты. я вообще думал, что ходила такая суть, то есть или болтовня, то что типа это алмазный рейдинг и классический люкан, да, это последняя алмазная карточка и больше алмазных карточек не будет. И вот ребята, пожалуйста, вам алмазные карточки, что довольно-таки круто. Так, здесь мы можем наблюдать еще вот такой вот новый режим у нас появится и такая вот новая валюта. То есть видите, тут после дождь снизу идет типа что-то такое глаз дракона и у меня такое предчувствие, что в игре появится новый режим в котором мы будем играть и зарабатывать вот эту валюту вот глаз дракона или типа это глаз не знаю там черного дракона не знаю как этот режим будет тем более называться ну у меня что-то такое предчувствие что этот режим будет довольно-таки тоже онлайн как же без онлайна ну потому что воинной фракции там как бы поразводились читачки и это уже всем поднадоело поэтому разработчикам конечно же надо делать что-что но новый режим да прикольно кстати то что добавляется новый режим в игру а возможно это даже будет не режим а какая-нибудь продажа там карточек снаряжений за то есть вот эти вот монеты или души но эти монеты и души вместе с ними мы будем получать и это вот такую необычную валюту в виде глаза дракона потому что это ну довольно-таки необычно и если введут вдруг систему продавания там либо чего в игре это будет вообще шикарно потому что допустим тебе не нужны те-то те-то икс-рей улучшение спецприема 2 улучшение спецприема 3 улучшение спецприема 1 икс-рей там для каких-то персонажей там золотых бронзовых серебряных вот и это можно будет продать потому что тебе это не нужно и ты это знаешь вот и еще вроде как разработчики должны добавить то есть те же самые улучшительные карты икс-рей спецприема 1 и 2 для алмазных персонажей то есть и вот и еще мы сможем наверное продавать новый уровень тоже карточки вот эти вот за которые будем получить довольно-таки большую сумму вот этой вот вот этой вот непонятной валюты с а мы можем здесь наблюдать второго гору гору ярость тигра или страниров фьюри да ярость тигра типа что-то такое ну это просто стиль такой есть в полноценной версии Mortal Kombat XXL там вот вот такие вот дела здесь мы можем наблюдать гневного шинока с классическим гором и шелканом я думаю что гневный шинок будет давать какую-то усилительную силу для шелкана или наоборот шелкан будет давать усиление там гневному шинок вместе с классическим гором наверное ну у шелкана будет там в пассивке допустим написано так то что например шелкан становится сильнее если в вашей команде присутствует гневный шинок то есть и у него появляется там какой-то щит или шелкан становится яростный там ну вот что-то такое возможно будет то есть между этими двумя персонажами с с с с 1.15 на лобово комбат мобайл ну что ж ребят я думаю вам понравился видеоролик поэтому поставьте лайк подпишитесь на канал с вами был скорпион если вам понравились эти новости и вам в ликах немножко стало интересно то есть и вы ждете уже нового обновления на Mortal Kombat X Mobile то собственно подписывайтесь на канал ставьте лайки а с вами был скорпион всем пока до встречи всем пока